давненько давненько просили меня видео по данному продукту до чашка у нас сейчас не с ним потому что ту чашку и что-то понюхал она мне настолько сильно зашла то что или сразу скурил в смысле по запаху потом про ромку поделюсь сегодня у нас с вами видосик по ходу будет долгим потому что есть о чем поговорить это компания северный и и табачок ветер северный как бы по и в общем вы поняли да речь сегодня идет про северный а все вот эти второстепенные наименования и названия вы все и так прекрасно без меня знаете откуда собственно говоря он взялся я точно не помню как звали человека который звали зовут человека как который все это дело придумал но помню что где-то на урале был парень который изначально варил что-то около крафта еще у антона видео говорилось о том то что там был какой-то табак со странными названиями со странными вкусами которые где-то внутри урала там векат челяба где-то вот там вот он распространялся и был не особо популярен признаемся честно он был не особо популярен затем когда ребята малый повзрослел так скажем да собственно говоря выходят вот эти самые пачки это у нас северный изначально так выглядел если вдруг есть какие-то люди которые пришли совершенно недавно и не застали вот эти пачки хочется вас сразу предостеречь если вы встретили вот ту пачку которую вы видели не покупайте не покупайте потому что с вероятностью 70 процентов это будет паль и вот здесь начинает самое интересное северный выходит на рынок вот в таких вот коробочках продавался помощь это 500 или 400 рублей ну то есть по факту табак был не особо то и дорогим то есть позволить его себе мог чуть ли не каждый это был действительно такой вот в меру крепенький табак который меня на тот момент хорошенько накуривал а год это был по моему или 18 или 17 что-то такое точно не вспомню и собственно говоря происходит такая тема что я начинаю копаться в северном не он начинает нравиться я хожу по магазинам скупаю топовые вкусы прихожу домой я курю вишню это залупа я курю малину это хуйня я курю яблоко это дрочь и на полном серьезе все три вкуса которые я покупал которые мне вот яблоко и малина очень сильно у него понравились изначально была полной хуетой то есть я здесь по-другому даже сглаживать углы не буду я вот так как есть так и говорю но как оказывается через определенный промежуток времени северные начали поделывать почему да потому что у северного на тот момент не было акциза к сожалению акциза не было и отличить паленку от непаленки можно было практически никак там каким-то образом различался шрифт там в паленном кстати вот именно в паленой версии северного выходили даже новые вкусы которых не было у самого северного что было максимально забавно то есть эта история такая то что возможно человек который его подделывал и производил рассчитывал на то что его табак начнут покупать этих вкусах начнут говорить и возможно бы он потом просто бы попытался все это дело загнать под акциз и перепродавать уже собственно говоря типа якобы он это все придумал но как видите не получилось не фортануло и все что делали люди которые создавали паль было полной залупой абсолютно и так мы с вами медленно приближаемся к тому моменту когда северный пропадает вообще из поля зрения это происходило я вот я уже как бы ребят года я не вспомню я могу только сказать то что произошло в двадцатом по моему году это произошло но об этом немножко позже что произошло в двадцатом а вот этот момент я не помню когда это было точно это либо 18 либо 19 год северный пропадает абсолютно со всех радаров абсолютно отовсюду северный пропадает то есть остаются какие-то пачки но все уже понимать что это паль сам северный не слуху не духу ни откуда ничего не как говорится не гав не мял не кукареку все вот пропал северный и собственно говоря выходит крутой ролик там с бэхой по-моему это было я не помню какая точно блять не 34 вот точно не вспомнил по моему была она не такой пацанчик собственно говоря в adidas все дела подъезжает на этой машине заливает собственно говоря машину бензом поджигает ее по моему такой ролик был и в берет оттуда банку северного и такой ща я блять пойду покурим нет было прикольно то что начали ребята выпускать свои свой табак в железных банках как из-под шпрот и с тематикой того как назывался табака как он себя позиционировал ввиду его название да как бы басярское яблоко рябиновая бормотуха там такая ауе тематика это смотрелось уместно да но был какой-то странный около косяк на производстве я этого прикола вообще честно говоря не понял когда под крышкой под основной был вот этот крышка с ключиком как на шпротах и какие-то крышки были черными с надписью северный а какие-то были обычными возможно как бы ребята закупили сперва обычные потом такие блин давайте сделаем брендовый выпустили одновременно и у многих начало гореть жопа из-за того то что все подумали что опять какая-то паль на рынке уже с акцизом нет это был оригинальный табак сами ребята говорили об этом то что это нормально это пойдет это ништяк теперь делаем небольшое лирическое отступление и выясняем почему же собственно говоря табак теперь называется ветер северный они северный а ветер северный табак называется вот по какой причине я опять же не ручаюсь на то что этот какая-то там стопроцентная супер правда я не могу этого утверждать и не могу за это ручаться это все слухи которые ходят внутри кальянной тусовки движухи кто-то где-то когда-то это вроде бы как рассказывала правда это или нет опять же за что купил зато и продаю как говорится и так далее смотрите ребята хотели зарегистрировать товарный знак северный чтобы в случае если где-то найдется подделка если ее продают то как следует приезжать людей которые собственно говоря это делают и ребята столкнулись с такой сложностью когда регистрировали товарный знак северный наименование северный оказалось то что данное название уже зарегистрированы зарегистрирована на человека который хрен знает где хрен знает что и хрен знает почему и там история такая что предлагали человеку огромнейшие деньги за то чтобы он продал это название компании и вроде бы как человек даже согласился но в самый последний момент он слился перестал отвечать на звонки брать телефоны трубки и так далее он собственно говоря пропал просто пропал в неизвестном направлении не известно куда он просто вот все не смогли его найти и ребята решили то что нормальным ходом в целом будет если северный уже зарегистрирована зарегистрировать торговую марку название ветер северный что в целом как бы не так уж сильно портила внешний вид то есть сверху добавилась очень маленькая надпись ветер которую я допустим разглядел не с первого раза я бы когда был брал банку пришел домой такой что-то забил несколько раз уже с нее покурил потом смотрю о блять надпись добавилась нихера себе вот типа вот так и уже потом начал интересоваться как же это собственно говоря произошло потом начали форсить такую движуху когда блогеры деятели индустрии и прочего прочего плюс потребители северного начали фоткаться вот так и писать а мне больше и не надо странный жест странная фраза но этот движуху много кто поддержал и как оказалось впоследствии северный вслед за остальными выпустил граммовку 25 на одну забивку потому что не знаю типа я уже очень давно я по-моему году в 18 начал делать трансляции еще даже в контакте в восемнадцатом то году в контакте делать трансляции вы себе только представьте я вообще ебнутый по ходу так вот я еще тогда еще по моему до появления 25 грамм даже нет раньше это было даже раньше до появления 25 граммовок маст хэва я говорил что самое ближайшее изменение в кальяной индустрии все начнут делать маленькие граммовки потому что это неизбежно никто не покупал большие граммовки за такие бабки было очень мало людей которые могли себе это позволить ну и собственно говоря северный вслед за остальными ребятами которые уже сделали маленькую фасовку сделали себе 25 грамм успешно начали и продавать и именно поэтому очень многие люди которые доселе были незнакомы с этим продуктом они смогли с ним познакомиться за что наверное мой какой-то маленький личный респект компании северные за то что вот такой ход они сделали молодцы кстати я именно тогда начал пробовать те вкусы которые я особо и не пробовал никогда ввиду каких-то обстоятельств или цены на этот продукт например которая была раньше потом тогда потом 650 ну ладно это уже не суть неважно затем это по моему 2020 год был когда ребята сделали ребрендинг и уже собственно говоря из черных невзрачных упаковок которые на полке мог увидеть только человек который пришел определенно за северным переделались в яркие прикольные классные упаковки уже из стиля ауе перешли в такой стиль 90-х когда все было ярко цветасто ну типа там плане одежды да и это прикольно а это прикольно на самом деле сейчас продукт на полочках выделяется то есть все еще продаются банки черные которые стоят рядом там допустим цветастыми и если мы смотрим в магазинах то цветастые пачки раскупают гораздо быстрее чем обычные черные вот такой вот небольшой краткий экскурс в историю продукта что он из себя представляет и как он себя позиционирует позиционирует он себя кстати я бы не сказал то что дико крепком типа в средний сегмент ближе к крепкому как же на самом деле деле дела обстоят выговорил дела обстоят неплохо северный очень даже неплох в крепость северный очень неплох в ароматику это один из немногих продуктов которые я прям вот тип курю с большим удовольствием несмотря на то что у меня практически нет его на полке потому что тогда когда я мог себе вот типа закупить по опту очень много северного просто не было и не было там тех вкусов которые мне нужны я искал очень много где но это продукт который я допустим вот люблю уважаю он мне нравится северный хороший табак сейчас единственное изменение которое мне не очень нравится давайте посмотрим с вами забивочку северного я перекладываю все табаки в контейнер для того чтобы мне было удобнее с ним работать раньше консистенция табака не было настолько кашеобразной какая она сейчас это не совсем удобно забивается руками но при этом это очень долго и очень насыщенно курицы в целом пахнет испачки ровно тем что ты будешь курить то есть курение и запах не отличаются то есть если в каких-то табаках возможно он там пахнет очень вкусно ты куришь и как бы чё толку вот ты куришь и как бы толку нет привет малайзия но типа здесь все хорошо все отлично все прекрасно давайте с вами поговорим коротко о двух новых вкусах которые мне прислали то есть до этого у меня уже был обзор на три новых вкуса которые приходили ко мне сейчас расскажу вам про айву и про арабский фрукт начнем с арабского фрукта потому что покурил я его буквально вчера вечером и это неплохо но фруктовый оттенок там именно идет такой как будто бы это сок мультифрукт как бы так сказать так господи с лакрицей и свежестью вот примерно вот так то есть это анисово мультифрукт со свежестью это странно это максимально странно это максимально непонятно то есть ну для меня по крайней мере непонятно было но потом когда чуть подрос курил что-то бренда в целом неплохо то есть вкус пойдет курить можно я бы наверное даже купил это еще раз что касается айвы который крошка айва это хорошо это очень даже хорошо это прекраснейшее попадание войгу здесь вопросов у меня нет абсолютно никаких продукту вообще то есть там прям молодцы здесь нужна вставка с мариком который открывал банки и когда он дико оргазмировал но как вы знаете на моем канале вставочки не делаются если делаются то очень редко поэтому мы с вами обойдемся вы можете у марика космо посмотреть эти оскароносные моменты это было забавно на самом деле то есть никакого хейта это просто как бы такой подъем внутри комьюнити скажем вот так но мари космо кстати по моему даже не по моему а имеет отношение к компании северной вот если так если вдруг кто-то не знал вот многие не знали то что антон к дарксайду имеет непосредственное отношение например я не знал вот я думал то что он просто на каких-то рекламных этих оказывается ворону как плодотворно они пообщались шутовым очень много интересного узнал смотрите что касается вкусов то есть остальных много много вкусов есть у северного какие-то я курил какие-то я не курил давайте просто расскажу сейчас о том что от оставила вот внутри меня отпечаток по худой отпечаток плеча внутри моей души когда что-то пробовал от северного это малина и которая малина в законе мы от мы отходим от ауе тематики это хорошо это прекрасная классная вкусная сладкая прикольная малина это больше в джем но это очень вкусно это реально очень вкусная малина которая наряду там со многими вкусами от северного у меня прокуривалась просто там за неделю яблоко это отрывнейшие прекраснейшие зеленое яблоко которое я вообще когда-либо пробовал мне очень мало яблок заходит на рынке но иногда бывает прям вот прямое попадание в мое сердечко и это было именно но молодцы ребят яблоко топень персик несмотря на то что все персики практически очень ужасные химозные я вот не знаю меня видос должен быть или уже вышел видос про табаки которые стоит купить домой и вот наверное я там если не забуду вот у меня там персик вообще пустота надо туда занести северный если я еще не успел это выложить арбуз вот кстати мне арбуза дыня ну вот ну нет и ананас который тоже все считают топовым ну вот не мое не зашло не понравилось нет вообще ребят не то халва ой пристегивайтесь если вы будете это покупать и курить потому что это нереально сладко прям нереально вот примерно вот так это сладко настолько что я помню я покурил чашку 15 минут и я не смог это докурить то есть вот халва должна куриться с чем-то в таком случае будет все ок брусника хороший вкус рябиновая барматуха интересный вкус красная черная смородина это вообще один из топов наверное это прям обязательно стоит попробовать пум 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 давайте так я сейчас вот наверное вот так быстро пытаться вспоминать вот все что вспомнил я вам выдал остальное интересное что я вспомню и вспомню по всем тем вкусом которые я прокурил я обязательно вам оставлю это дело в описании вы сможете перейти ознакомиться с собственно говоря вот всем вот этим вот прекрасным интересным делом также внутри ссылках в описании есть ссылка на северный на наших партнеров канала всех вы их видите вот здесь ссылки на них есть вон там как бы они клевые у них в инстаграмах на сайтах проходит очень интересной активности на которые вот вам стоит обратить внимание если вы хотите выигрывать там мерчуху какую-то интересную мы штуки персональные там табачок или еще что-то переходим смотрим участвуем но только если тебе 18 лет так вот компания северный чуть чуть говорить охуенный табак это прекрасный продукт на кальянном рынке который устоялся не благодаря рекламе не благодаря хайпу не благодаря каким-то сомнительным ебаным коллаборациям да как у нас сейчас иногда происходит это продукт который устоялся за счет своего качества за счет того то что он стабилен за счет того то что он вкусный и за счет того то что блин это то что хочется забить то есть если я подхожу к своей карьерной полке у меня существует от силы там но брендов 6 на ней которые я вот прям с удовольствием с большим забиваю постоянно какие именно пиши комментарии снимем об этом отдельное видео я тебе расскажу что это за бренды всем ребятки спасибо за просмотр респект компании северный ребят продолжайте в том же духе надеюсь то что еще не раз мы с вами посотрудничаем и пообщаемся удачи вам пока всего доброго и как всегда мы с тобой увидимся в следующем видосе а